35 писем сыну Книга азербайджанского журналиста Зейнала Ибрагимова об истоках армянофобии и роли Гейдара Алиева Ложь и ненависть сидят даже в тех, кто по тем или иным причинам выступает против власти ибо ни один из них не осмелился открыто признать тотальную фальсификацию истории в Азербайджане и не осмелился оспорить принадлежность Азербайджану Нагорного Карабаха 3 января сего года увидел свет политическая повесть находящаяся в эмиграции азербайджанского журналиста Зейнала Ибрагимова 35 писем сыну Автор в форме 35 писем сыну раскрывает в повести роль Гейдара Алиева в событиях 1988-1993 года в Азербайджане начиная с зарождения армяно-азербайджанского конфликта и заканчивая его приходом к власти В повести описывается картина армянских погромов в Баку 13-20 января 1990 года а также раскрывается подоплека трагических событий в Азербайджане в населенном городе Ходжалы приведших к гибели огромного количества мирных жителей Сам автор в аннотации книги пишет «Написать эту повесть меня заставил стыд за то, что я видел своими глазами за то, что я наблюдал в стране скатившись до фашистской идеологии и деградации всех человеческих ценностей за ложь, которая три десятилетия преподносится миру и за мир, который молча глотает эту ложь запывая ее миллионными баррелями нефти то, что я написал в выстраданных годами диктатурой и неверности толпы запуганных рабов которые семья Алиевых превратила в население Азербайджана ложь и ненависть сидят даже в тех кто по тем или иным причинам выступает против власти ибо ни один из них не осмелился открыто признать тотальную фальсификацию истории в Азербайджане и не осмелился оспорить принадлежность Азербайджану Нагорного Карабаха ни один человек в стране не решился признать историческую реальность геноцита армян в Османской империи я знаю, что буду прогляд в Азербайджане не только властями но и теми, без молчаливого согласия которых не может существовать ни одна диктатура ибо диктатор сидит не на троне он сидит в каждом, кто лжет, боится, ненавидит и молчит в рецензии на повесть экспорта Армянского института международных отношений и безопасности редактора русской версии издания «Аровод» Рубена Меграбяна говорится представленная повесть Зейнала Ибрагимова, изложенная в виде 35 писем в сыну, представляет собой отражение той атмосферы, которая царила в Баку в разные периоды ее истории советский период распадом Советской империи ранней постсоветской, поздней подсоветской, нынешней красной нитью прослеживается поэтапная мутация общественного сознания сыгравшая важнейшую роль в формировании атмосферы ненависти мишенью которой стали бакинские армяне с 1988 года затем подвергшись организованным погромам в январе 1990 года автор также показывает динамику формирования персоналистской диктатуры колоналиевых использовавший распад эссец для полного подчинения постсоветской республике изложенная автобиографично и является выражением личных переживаний автора невольно ставшего свидетелем событий, которые привели к формированию режима риторика и практика, которые во многом соответствуют всем характеристикам явлений в политической науке известной как фашизм и нацизм и в динамике своего развития во многом повторившийся аналогичный путь в Германии и странах-сателлитах перенявшие ее печальный опыт в 30-е годы прошлого века только вместо евреев и славян главной мишенью здесь были и остаются армяне Нужно воздать должное автору за понимание и восприятие всей глубины произошедшей драмы вопреки общепринятым стандартам оценок событий прошлого и настоящего в Азербайджане касательно Нагорно-Карабахского конфликта а также за гражданское мужество называть все вещи своими именами и за литературное мастерство в изложении этих событий в назидании следующим поколениям представляем к вашему вниманию данную книгу 35 писем дорогому сыну написано сыну но на английском написано дорогому сыну письмо первое в тишине Кремлевской больницы лежал человек прикрытые веки скрывали холодные жестокие глаза чем-то напоминающие глаза присмыкающегося человек раскладывал пассианс на одной карте лежала страна стоящая на краю пропасти в этом не было части его вины более того он не хотел смерти страны которая подняла его на одну из вершин власти но еще меньше он хотел умереть вместе с ней вторая карта блестала бриллиантовым раем нет-нет, человек не интересовался деньгами сами по себе они для него ничего не значили деньги были средством его страстью была власть неистребуемое стремление генетического плебея влекло к ней всю жизнь ради нее он был готов на все и шел на все еще одной страстью этого человека была игра и сейчас сукну географической карты предоставляла ему фантастические и невиданные ранее возможности на кону лежала богатейшая страна Южного Кавказа но даже не это было главным Париж Востока, Баку многонациональное и непопорное население которое костью сидело в горле сына банщика и потомка варваров наконец-то мог положить к его ногам свои ключи он ненавидел этих людей так как взлетевшие на вершину власти плебей ненавидят тех до кого смогут дорасти даже поколения поколения его потомков он боролся с ними всю жизнь но политическая система умирающей ныне страны крепко держала его под узды национальной доктрины все же преуспел этот человек своей деятельности немало за годы своего правления он смог выжить из органов власти большую часть коренных бакинцев более того создать достойную смену отправляя учиться в известные московские и ленинградские вузы исключительно выходцев из своей родной нахчевании он вздохнул и повернулся на другой бок этот идиот, вспомнил он о Горбачуе, думает, что я ухожу по его воле наивный дурак, который поверил в мой инфаркт запомни этого человека, сынок он еще не раз появится в моих письмах когда ты родился, вряд ли кто мог предположить, что всего через 8 лет опухоль скоротечного рака национализма начнет свой смертельный путь по улицам твоего родного города космополита, оставляя за собой кровавый след и ломая судьбы и семьи Чангир, а попросту Джаник вернулся домой с распухшим носом, под которым виднели следы крови ну что опять такое, сплеснула руками бабушка папа узнай, что ты подрался, маму опять вызовут в школу сколько можно, запрочитала Лейла Ханум, суетясь возле внука но вытерев следы крови и убедив, что ничего страшного с внуком не произошло спросила она, с кем на этот раз Сашина мама уже несколько раз жаловалась на тебя классному руководителю а ну ж с тобой за одной партой сидеть отказалась сколько можно трепать нервы родителям папа целый день на заводе ты прекрасно знаешь, какая адская у него работа мама после операции возвращается сама не своя совесть у тебя есть? мы не виноваты, хмуро сказал Джаник из-под лобья, глядя в окно это все эти азербайджанцы какие азербайджанцы? что ты несешь? а ты кто? мальчик удивительно поднял глаза а что? я тоже азербайджанец? полные щеки бабушки затряслись от хохота а кто ты по-твоему? или ты не помнишь свою фамилию? ты Амирбеков, дорогой это азербайджанская фамилия я не хочу быть азербайджанцем вдруг заявил мальчик они тупые и наглые не умеют играть в футбол а когда проигрывают, начинают драться ах вот в чем дело, догадалась бабушка вы играли в футбол с ребятами из азербайджанской школы? что рядом? успокойся и иди поешь опять засоветилась Лейла Ханум думаю, и ты вряд ли задумался над своей национальностью когда рос в Баку, сынок тем более, что определить ее можно было лишь формально как и у большинства горожан вечером Лейла Ханум со смехом рассказала сыну о произошедшем к ее удивлению, он хмуро посмотрел на нее и мрачно сказал не так уж он и не прав не только наглые и тупые но и работать не умеют и не любят сил моих уже нет из восьми начальников цехов проблема только с двумя и оба азербайджанцы и самое неприятное что мне не позволяют их понизить национальные кадры, видите ли место работы, черт знает чем занимаются понять, что сын не в лучшем настроении мать тихо вышла из его комнаты Ага Гусейн был директором одной из крупнейших машиностроительных предприятий Баку завода имени лейтенанта Шмидта видела она его только вечерами часто вымотаны так, что он засыпал, сидя с газетой прямо на диване поздно вечером Джаник услышал усталый голос отца и успокаивающей матери отца он побаивался и решил послушать не о сегодняшнем дне инциденте идет речь если отец расследился то вполне может отменить воскресную поездку на дачу этого дня Джаник ждал всю неделю по воскресеньям семья выезжала в один из пригородных поселков сразу же после выезда из города в окна машины врывался запах бензина и нефти мальчик очень любил его он был предвестником тепла, солнца, моря и невероятно вкусных шашлыков которые готовил водитель отца дяди Абас Мордокяне, как назывался поселок встречал его криками соседских мальчишек гоняющих в небе голубей теплым песком, по которому он любил бегать босиком и шумом волн, которые доносились до дачи детство твоего отца летом тоже проходило на Абширонской даче, сынок и я сохранил об этих годах самые теплые и яркие воспоминания но речь шла о другом не могу понять, говорил отец на заводе что-то непонятное творится сегодня парком мне сообщил, что один из рабочих ведет антиармянскую пропаганду но самое удивительное, что на его сигнал в райком партии никто не отреагировал Гусик, ну ты же директор, а не комиссар, возразила мать парком для того и существует, чтобы заниматься такими проблемами ты же слышала, в Карабаге волнение что-то не так идет, раз это не прекращается армян на заводе очень много вдохнул отец это высококвалифицированные рабочие бригадиры, инженеры на них и на русских держится производство а этот выродок мутит воду уволю и дело с концом письмо третье, страница девятое Эль-Хан уже долго ходил по центральному рынку но никак не мог остановить свой выбор посмотри, какие гвоздики, дорогой розы, розы, даже часа нет, как срезанный он любил ходить по базару кстати, базар их, как называлось, оттовариваться здесь делали, как правило, мужчинам считалось недостойным отца семейства когда женщина шла с базара по тяжести сумок наполненных купленной ездой да и в продуктах бакинские мужья разбирались не хуже своих супруг роскошные фрукты манились своим ароматом который разосеялся по всему рынку огромные пучки зелени на прилавках оставляли ощущение маленьких зеленых садов свежая рыба и мясо заставляли вспоминать о застольях, которые так любили бакинцы соленья, которые по традиции делали в Малакане призывно лежали в огромных деревянных бочках наводя на хромольную мыс запотевшие бутылки о невероятной чистоте малаканских соленьей аккуратности и работоспособности населяющих их русских в Баку ходили легенды купив знаменитое малаканское маринованное яблоко и откусывая его на ходу, как это делали многие Эльхан продолжил путешествие по базару купи хризантемы и она будет твоей прямо сегодня со смехом обратился к нему молодой продавец Эльхан улыбнулся и подошел к прилавку Парень в кепке, который с чьей-то легкой руки называли аэропорт за огромные поля, широким жестом показывал на прилавок Цветы продавали выходцы из бакинских селений, которые так любил Эльхан Это были доброжелательные, теплые и улыбчивые люди Но боже упаси, если дело касалось их жизненных принципов и особенной чести Задеть этих людей было гарантией как минимум отправки в реанимационное отделение ближайшей больницы, а то и смерть от ножа, который они всегда носили с собой Это хорошо знали выходцы из районов страны, которых в городе становилось все больше И у которых были очень условные и размытые понятия о жизни И тем более чести, которую свято блюли жители бакинских селений В тебе тоже течет кровь одного из этих людей, сынок Выходцем из одного из бакинских селений был твой дед, мой отец И я вижу, насколько похожи ваши характеры Эля Хачатурова, с которой Эльхан встречался уже несколько месяцев Сегодня пригласил его домой, знакомясь с родителями Мама любит белые хризантемы, но оставляла она своего избранника Папа не любит галстуки и вообще официозность Так что не будь похож на клерка из лондонского сити Отец Эля был известен на весь город хирург, как говорили врачом от бога Попасть на операционный стол к профессору Хачатурову считалось большой удачей Но обратился к нему продавец сколько штук заворачивать Протягивая Эльхану в букет, парень улыбнулся Там три хризантемы, лично от меня Скажи, что фиг счастья пожелал Родителями Эльхана было известно о любви своего сына Но особых восторгов они не высказывали Сынок несколько раз говорил маме Мама, она профессорская дочь Привыкла к благополучию У них шикарная квартира, дорогая машина Разве сможет она жить в нашей квартире? Твой отец всего лишь школьный учитель Я вообще уже забыл свою специальность после твоего рождения Домом занималась Но ровнее мы им Мы любим друг друга, обычно коротко отвечал Эльхан И заминал неприятный для него разговор в самом начале Поднявшись на третий этаж одного из самых престижных бакинских домов В народе именуемым Монолитом Эльхан вздохнул и нажал на кнопку звонка Дверь ему открыл сам хозяин дома Что в Баку считалось признаком особого уважения гостю Они виделись впервые И Арам Хачатуров с интересом смотрел на высокого, видного парня О котором ему несколько раз рассказывала дочь Так, пьет редко, курит Здоровье отменное Немного стесняется, но это пройдет после первой же рюмки Сам знаешь, чего расхохотался профессор Обнимая парня за плечи и увлекая гостиную Ему понравился этот немного стеснительный юноша Явно из хорошей бакинской семьи Элина мама располагала к себе с первого же взгляда Хризантема улыбнулась доброжелательная женщина Со жгучими черными глазами Мои любимые, что еще посоветовала моя дочь? Прийти без галстука, рассмеялся профессор Разливая паренку в знаменитый армянский коньяк Который невозможно было найти в бакинских магазинах Несмотря на его дороговизну Привезли друзья, пояснил профессор Натуральный обмен, улыбнулся он Я им инжир с дачи, а не мне коньяк Эльхан хорошо знал, что инжир, выращенный на соленом песке бакинских селений Обладает чудодейственным свойством И считается одним из лучших лекарств против болезни сердца То ли дело было в угле падения солнечных лучей То ли в негодом морском песке Но инжир, выращенный в других частях мира Таким свойством не обладал Вечер прошел тепло и благожелательно Профессор вышел проводить гостя Сынок, я хочу познакомиться с твоими родителями Все эти ритуалы с хождением родственников Я думаю, ни вам, ни нам не нужны В следующую субботу я приглашаю вас И будто угадав мысли Эльхана Арам Иванович сказал Мой дед был рабочим из нефтепромыслах В свое время пешком пришел из Армении в поисках работы Отец школьным учителем А мама просто армянская женщина-домохозяйка Рука Эльхана потонула в огромной крепкой ладони хирурга Письмо 4, страница 14 Редакция была шумно и весело Дни рождения сотрудников отмечали С молчаливого благоволения главного редактора Прямо на работе Огромный торт, по традиции принесенный виновникам Торжественно лежал на одном из редакционных столов Из нижнего ящика стола появлялись хранившиеся для таких случаев рюмки Справедливости ради надо сказать, что пузатые маленькие стаканчики Используются в редакции частенько так же и после рабочего дня Когда вымотанные за день редакторы и корреспонденты Позволяли себя расслабиться перед уходом домой Сегодня день рождения исправлял сам главный Натан Семенович Зорин Давно уже стал одной из легенд в кругу бакинских журналистов Бывший фронтовый корреспондент После войны проработав в редакциях нескольких газет Затем на много лет осел в прессе руководителя Вещание на русском языке гостеради Азербайджанской ССР После первых тостов потеплевшие сотрудники Стали просить главного рассказать что-нибудь интересное из его прошлого Натанчика обратилась к нему Зоя Федоровна Медведева Старейший диктор азербайджанского радио Бывший на ты даже самим председателем гостерадио Которого помнил еще застенчивым юношей Провоцируя воспоминаниями главного А что Гольберг так давно не заходит Эту историю знала вся редакция И с удовольствием слушала в который раз уже А что ему заходить когда я на его похороны не пришел Подначивший хохот ответил главный Аркадий Гольберг был корреспондентом газеты Бакинский рабочий И почему-то объектом шуток журналистской братьи Однажды кто-то из коллег умудрился опубликовать Некролог о смерти Гольберга Одновременно в нескольких республиканских газетах Далее Натан Семенович обычно рассказывал со слов самого Гольберга Каждый раз расцветчивая картину собственными штрихами Выхожу утром на балкон делать зарядку И вдруг вижу, что на углу кучкуется группа моих еврейских родственников Думаю, вроде денег ни у кого не одалживал Что это? Приперлись! Вверх никто не смотрит, начинаю наблюдать Когда появляется тетя Фаина с распухшим красным носом Я заподозрил неладное Когда вся межпуха гуськом начала проползать в мой подъезд Я понял, что что-то случилось Нечто изряд вон Но я пока этого не знаю Александр Пархоменко, один из лучших радиожурналистов Республики, начал от хохота медленно сползать со стула Этот момент редакция любила больше всего Открываю дверь и этот подс Семен говорит Аркаша, а что это ты живой, если пишешь, что ты уже откинулся Так и ты воскрес Мы же все дела бросили ради твоих похорон Ну разве же так можно? Даже много лет спустя Злопамятный Гольберг задумчиво говорил тем Кого не было в тот день у его двери А тебя я таки на своих похоронах не видел Субтитры сделал DimaTorzok